МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 жарких поцелуев в Барнауле за эстафетой огня Всемирные универсиады следили тысячи человек. Третьи сутки мерзнут в своих домах. Это о жителях барнаульского поселка ВРЗ. Три частных дома микрорайона по-прежнему находятся без отопления. Крупная коммунальная авария, которая произошла в ночь на 8 декабря, оставила без тепла почти 80 многоэтажек, несколько поликлиник, 2 детских сада и больше 200 частных домов. Отогреть трубы удалось лишь накануне, и то не везде. Почему коммунальщики медлят с ремонтом, и когда тепло вернется во все дома микрорайона, узнавала Валентина Аскерова. Накануне Нового года, в декабре, мороз на улице, нам негде ночевать. Едкий запах канализации, оцаревший пол, замороженные двери и испорченный линолеум. От недавно сделанного ремонта не осталось и следа. Из-за крупного порыва на теплосетях дом семьи Тютеревых затопило кипятком. Оставаться в нем было страшно и невыносимо, а жара, как в сауне, под 100 градусов. После вот этого испарения, кипятка, весь топор вышел в дом. Вот была вода везде. Была вода, вот здесь просто все было в воде, все мокрое. Вот дверь померзла. По словам Татьяны, чтобы откачать воду и восстановить тепло, сразу вызвали аварийку. Но та приехала лишь спустя 4 часа, когда вся вода уже впиталась в пол. Да и трубы отогревать пришлось самим, вручную. Сейчас в доме немного потеплело, но жить в ледяном замке совершенно невыносимо. Семья с маленьким ребенком юдится у родственников. Третьи сутки уже не спим. Утром сюда приезжаем, пытаемся здесь что-то делать, кого-то достучаться. Плюс все это смыло вниз, как фундамент себя поведет весной. Дом может повезти. У соседки пошли трещины в гараже. Вот посмотрите, вот эта вот калитка. К ней вчера приезжал человек, он заглянул, он говорит, я боюсь проходить, там опасно. А это как раз соседка. Трубы в ее доме ледяные до сих пор. Насколько мне известно, подача тепла, теплосети, которая была, прорыв где произошел, ее поменяли еще вчера утром. Но прошли сутки, вот у меня дома тепла пока нет. Как пояснили в обслуживающей организации, теплосети на ВРЗ провели больше полувека назад. С тех пор их ни разу не капиталили. Это и сыграло роковую роль, говорят специалисты. Очередных морозов трубы просто не выдержали, лопнули. А на вопрос, почему экстренно не получилось ликвидировать аварию, ответили причин несколько. Сейчас осталось отогреть три частных дома. Пояснили в тепловой компании. Работа на поврежденном участке идет полным ходом. Вернуть тепло оставшимся людям коммунальщики обещают до конца дня. А в следующем году заверили специалисты. На этих теплосетях проведут плановый капитальный ремонт по замене старых труб, чтобы подобный инцидент больше не повторялся. Ну а тем, чьи дома серьезно пострадали от порыва, специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться в СГК. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. С 1 января алтайские врачи смогут больше зарабатывать. Краевой Минздрав пересмотрел структуру их зарплаты. Окладная часть составит почти ее половину, в среднем 47%. Для сравнения, сейчас это 27%. Зависимость зарплаты от стимулирующих решено сократить. Об этом сегодня заявил журналистом министр здравоохранения Дмитрий Попов. В структуре содержательная часть и стимулирующие выплаты уменьшается. Ну то есть вот эта бальная система за достижение определенных результатов. А гарантированная окладная часть увеличивается двухкратно, по сути дела. Это не значит, что плюсом к заработной плате произойдет увеличение на 47%. А вот некая гарантированность оплаты труда... В следующем году, по словам министра, введение онкологических больных Их будут выстраивать по-новому. От подозрения на рак до первых консультаций будет дано максимум 20 дней. А на полное обследование всего 2 дня. Дмитрий Попов подчеркнул, большое значение в крае планирует уделять переоборудованию медицинских центров и отделений. Сейчас, сообщил, насчитывается 400 пунктов, которые нуждаются в обновлении. Кстати, министр ответил и на наш вопрос о 14-й поликлинике в индустриальном районе Барнаула. Ее появление в застраивающихся кварталах города давно ждут. Дмитрий Попов рассказал, что проектно-сметная документация до сих пор на согласовании, так как ее переработали. Теперь поликлиник рассчитан на 1000 посещений в сутки. Это вдвое больше прежнего проекта. А ее строительство должно начаться во второй половине следующего года. Сегодня стало известно, кто возглавил министерство спорта края. И это 42-летний Алексей Перфильев, который прежде занимал должность руководителя региональной федерации настольного тенниса. Известно, что на предыдущем посту Перфильев провел реформу, начал выстраивать отношения в рамках государственно-частного партнерства. Итогом его работы называют высокие результаты алтайских теннисистов на всероссийских соревнованиях. Кстати, в следующем году на спорт будет выделено свыше 1 миллиарда рублей. Большую поддержку получит спорт высших достижений. Документы назначения министра спорта подписал губернатор края Виктор Томенко. Кстати, вступление Виктора Томенко в партию «Единая Россия» поможет губернатору активнее отстаивать интересы Алтайского края на федеральном уровне. В этом убеждены российские политологи, а также сам глава правительства нашего региона, который сегодня вернулся из столицы страны. Два дня назад 16 делегатов из Алтайского края, в том числе Виктор Томенко, приняли участие в очередном съезде партии «Единая Россия». Губернатор нашего региона официально вступил в ряды политической организации. Партийный билет он получил из рук председателя правительства России Дмитрия Медведева. Партийные билеты получают Томенко Виктор Петрович, губернатор Алтайского края, председатель правительства Алтайского края. Также глава региона вошел в состав Генерального совета партии. Он рассказал журналистам, что стал сторонником «Единой России» не спонтанно, а после того, как вступил в должность губернатора Алтайского края. Партия помогала ему и во время предвыборной кампании, и после назначения, отметил Томенко. Он подчеркнул, что его вступление в ряды «Единой России» никак не отразится на взаимодействии с другими политическими силами. При этом российский политолог Дмитрий Орлов союз с Томенко и партии назвал взаимовыгодным. Работа губернатора, должность губернатора, выбранного на всенародных выборах, всенародным голосованием подразумевает необходимость работать как с людьми, принадлежащими к различным партиям, блокам, объединениям, так и с простыми жителями, обычными, никуда не включенными, не объединенными, не блокированными, с простыми жителями Алтайского края. В партии появляются серьезные политики, которые могут укреплять ее политическое позиционирование в регионах. А губернаторы получают очень серьезную поддержку. Поддержку во взаимодействии с избирателями, в том же бюджетном процессе, да и в лоббировании инициатив регионов на федеральном уровне. На 18-м съезде партии приняли несколько важных решений. Одно из них – перевод в разряд национальных проектов программы устойчивое развитие сельских территорий. Для нашего региона, подчеркнули эксперты, это принципиальный момент. Он означает, что отныне край сможет получать большую финансовую помощь от федерации на развитие периферии. Елена Макаренко, Наши новости. Продолжим. Накануне в России отметили День Героев Отечества. В краевой столице на площади ветеранов почтили память погибших в годы Великой Отечественной и тех, кто в свое время не вернулся из Афганистана. Здесь только самые близкие, кто так или иначе причастен к Афгану. Бывшие фронтовики и родные те, кто не вернулся с полей сражений. Среди них – мать Героя Советского Союза Константина Павлюкова. Барнаульская летная школа теперь носит его имя. Все матери ждали своих детей. И если их помнят, вот у меня, я всегда говорю о своих мальчишках в летном училище, школе, школе летной, что я самая счастливая мать из всех матерей погибших. Потому что частичка кости в каждом этом курсанте. Вспомнить каждого – цель встречи. Всего в Афгане воевало около 4 тысяч жителей края. 144 человека с этой войны не вернулись. Чтим память, живем этим, возлагаем цветы. После этого мы переезжаем на Власихинское кладбище, которое в Барнауле уже и в Алтайском крае все называют афганском. На кладбище у нас захоронены три героя Советского Союза. 20 призывников с Алтая после Афганистана стали героями Советского Союза и России. 14 – посмертно. 6 человек вернулись живыми. Среди них Александр Чернышев, который тоже пришел вспомнить сослуживцев. Для меня это очень большая дата, очень большая память. Это история, это наше будущее. На встречу ветераны снова мысленно вернулись к их войне, которая длилась 10 лет. Очень важно, говорят они, воспитать поколение, которое будет помнить и погибших в Афгане 18-19-летних парней. Ведь они, по сути, ничем не отличались от их дедов, воевавших в годы Великой Отечественной. Были столь же мужественными и героическими людьми. Анастасия Драган, Ирина Харитон, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжим. В Барнауле полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в крупном мошенничестве. Поводом для проведения оперативных действий стало заявление семейной пары, проживающей в одном из районов Алтайского края. Они сообщили, что подозреваемые пообещали оказать им содействие в прекращении уголовного дела в отношении сына, который попал под арест еще в сентябре этого года. За оказание подобных услуг мужчины запросили у супругов 3 миллиона рублей. Якобы эту сумму необходимо было заплатить сотрудникам внутренних дел за освобождение сына. Потерпевшие, почувствовав неладное, обратились в полицию. Подозреваемые были задержаны полицейскими после передачи денежных средств, которая состоялась в автомобиле на одной из улиц краевой столицы. По данному факту, в Следственном управлении МВД России по городу Барнаулу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие намерено выяснить все обстоятельства дела, а также проверить причастность задержанных в совершении других поступлений. Ну а теперь к одному из главных событий минувших выходных. Теперь Барнаул вошел в число городов, где побывал огонь Всемирной универсиады. Всего за время путешествия его пронесут по 30 городам страны. В краевой столице маршрут эстафеты организаторы проложили по самым знаковым местам города. В свою очередь, участники, как сами признались, тренировались с утюгами, чтобы в самый ответственный момент не выронить факел. Затем, как праздник к нам пришел, следил Кирилл Политов. Огонь 29-й Всемирной Симний универсиады в городе Барнауле сошел! Вот так Туринец гостит на Алтайской земле. Это финальная точка маршрута площадь Сахарова. До этого жаркий итальянец именно в этой стране стартовала эстафета, проследовал по центральному проспекту Барнаула, заблудился лишь раз на финишной прямой. Перед этим ни одного сбоя. Ровно за час марафона огонь успели поддержать 25 человек. Символ Красноярской универсиады выпустили на мороз прямо в самом центре Новой набережной. Сюда его привезли из не менее теплого Иркутска. 29-й Всемирный Симний универсиады 2019 25 жарких поцелуев. Именно так называется передача огня от одного факела к другому. Это считается самым красочным элементом всего шоу. Смотрите, смотрите, это же так романтично. Несмотря на такой холод, несмотря на то, что я правда уже подмерзла, это правда здорово. Сейчас мне вообще не холодно. Картеж, несколько машин сопровождения и охрана. На случай, если огонь в сижу потухнет, есть запасной. Исключили организаторы и другие возможные ЧП. Так улица оказалась буквально усыпана реагентами. Заодно заблокированы все канализационные люки. Вот такие моменты. Понимаешь, что не зря ходил в тренажерный зал, потому что с собой штатив, микрофон. Позади тот самый огонь. И нужно успеть опередить участника, чтобы вовремя взять интервью. Взять интервью многие в этот день хотели и у губернатора края Виктора Томенко волю Крафика. В этот день глава региона оказался в Москве. На выручку пришли современные технологии. Кадры из Барнаула сегодня разлетятся по всему миру. Мы это знали, готовились заранее, составили маршрут так, чтобы показать и нашу набережную, и речной вокзал, и политеховскую сковородку, наши университеты, памятники архитектуры. После торжеств его вновь поместили в колбу. Следующая точка визита – Новосибирск. Позже настанет время городов Красноярского края, а там уже и самого Красноярска. Пока же, как сказали организаторы, Туринец остался доволен жарким алтайским приемом. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. И еще к теме спорта. Сергей Шубенков отметил именными подарками самых одаренных спортсменов края Сибири. В Барнауле в один день со стафетой огня подвели итоги турнира на призы нашего знаменитого барьериста. Старты стали уже юбилейными пятыми по счету. Всего золотые медали разыграли 250 участников. Юноши и девушек поделили на возрастные группы. Самая младшая 2005 года, самая старшая 2002 года. Чемпионы стали известны в 12 дисциплинах. Помимо самих медалей, каждого победителя ждал ценный приз от Шубенкова. Правда, спортивная составляющая немного ушла на второй план после того, как Сергей появился перед публикой в новом образе. Многие тут же принялись обсуждать его стиль. Кто-то даже нашел сходство с Димой Биланом. Еще из нововведений специально к турниру был разработан новый логотип. Это лишь малая часть больших планов Сергея. У меня эта амбиция вообще колоссальная. То есть я хочу, чтобы это был суперклассный международный турнир собирать всех звезд, раздавать тысячи баксов призовых. Ну, конечно, понятно, все не сразу, все будет по чуть-чуть, помаленько. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания Валар. Не высыпаетесь? Формула сна, усиленная фитомилатонином для быстрого засыпания. Формула сна усиленная помогает выспаться за короткое время. Почувствуйте разницу. Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Завтра в Крае еще потеплеет. Сама низкая температура в Тальменке минус 19 градусов, Заринске 17, Бийске 10, Белокурихе 7, Рубцовске до 5 мороза. В Барнауле переменная облачность, ветер юго-восточный слабый. В ночное время до 21, нижно ля днем 15 мороза. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. У меня к этому часу все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok